всем привет это редколлегия читару меня зовут андрей затирка рядом со мной катя трофимова впервые в редколлегии читару находится корреспондент air city это второй портал читару который работает в иркутске катя трофимова сейчас находится у нас на стажировке и вот отрабатывает тему собственно говоря с ней разобралась уже которая достойна на самом деле обсуждения в редколлегии сегодня речь идет про подготовку к новому году 4 все думаю заметили что в этом году достаточно интенсивно идет подготовка у нас помимо площади ленина которые обычные площади декабристов которые обычно обустраиваются в этом году работы ведутся на площади труда украсили уже шахматный парк украсить должны или уже украсили парк угольщиков и коллективный парк активный труд вот все это естественно стоит каких-то денег вообще вопрос денег и подготовки к новому году он достаточно такой щепетильный и чиновники всегда боятся про него говорить а когда говорят не знают чего ожидать потому что когда много потратишь денег люди недовольны когда потратить слишком мало тоже недовольны вот и надо какой-то баланс всегда имеет да и на нем находиться вот я просто много-много лет писал про тексты про ледовые городки и точно знаю что то есть не точно ну примерно знаю то как это происходило ну наверное сначала двухтысячных сначала до сначала двухтысячных по моему до 2011 года строительство у нас было 2002 по 2011 года строительство гор городского ледового город городка на площади ленина простите стоило обычно нас около 4 миллионов рублей в тот момент им занимались китайские стройфирмы которые прям приезжали китайцы работали на площади ленина строили городок потом где-то с 11 до с 12 года эти работы передали дмрсу дорожно-ремонтно-строительное управление дорожно-мостовой ремонтно-строительное управление муниципальное предприятие которое в основном в чате занимается ремонтом дорог там подпиливанием вот так вот вот деревьев озеленение ну в общем такое хозяйственное и и мы дали эти городки они занимались строительством где-то до 2015 года до стоимость варьировалась ну около пяти миллионов пять с половиной максимум был вот из 16 года началась экономия вообще-то у нас в городе по ледовым городкам катя не знает но может быть даже не все чтинцы знают но вот в шестнадцатом году сначала в два раза уронили стоимость ледового городка он стоил 2 и 6 миллиона тоже делала дмрсу получается 16 на семнадцатый год и но уже тогда люди почувствовали это падение потому что не было подсветки у ледового городка он просто стоял черный ну как бы в темноте и там реально было как бы темновато достаточно вечером ну сложно было конечно там находиться можно было упасться прочь просто темно не видно ну и не очень красиво конечно я помню в тот год активно показывали у нас везде в соцсетях как выглядит городок маньчжури например там совершенно все по-другому было и люди были недовольны тогда хотя обычно я помню что пять миллионов казалось что дорого вот и вот с семнадцатого года начался настоящий трэш все помнят ледовый городок который построили семнадцатого на восемнадцатый точнее не построили семнадцатого на восемнадцатый год тогда мэрия читы сказала что мы будем экономить мы будем экономить и перестанем строить большие горки ледовые будем купим несколько сборных конструкций то есть прямо город который собирается и будем их просто каждый год устанавливать тогда купили за два с половиной миллиона две горки фотографии покажем вам естественно одна горка поменьше для детей а вторая побольше но она тоже по визуально как будто бы только для детей там реально высота наверное ну с метр вот такая вот горка была то есть в тот год но это горка обошла все соцсети писали очень и прямо в лентах комментировали общественники и депутаты кто только не говорю прям позором называли все что происходит на площади ленина чте тогда при этом чтобы вспомнить хронологию впервые был на была украшена площадь декабристов занималась этим в отличие от площади ленина площадь ленина занималась городская администрация и кдц спутник по моему на тот момент уже а площадью декабристов занимался занимались фонд развития забайкальского края и по моему норникель в основном это жертвователи они жертвуют как бы деньги фонд фонда на это все дело и там было реально потрясающее тогда вот впервые украсили вот так ну как потолочный такой сделали проход гирлянд было прям очень красиво и они до сих пор каждый год там фонд развития отвечает за площадь декабристов к я понимаю потому что вот даже ты вот разбиралась в закупках да там не было площади декабристов площади кабриста открывался вот и получается уже на следующий год приехал осипов к нам с 18 на 19 ему тогда предстояло избираться в губернаторы приехала с ним очень много людей которые или поле политехнологии или около политехнологии да и очень активно много уделялось время на пиар да и вот естественно они сделали вывод из прошлого года эти металлические горки отправили в отдаленные районы я помню одна стояла вот эта большая которая стоила больше миллиона на грессе еще вторую горку от поставили на кска на площади ленина сделали праздник сделали праздник сколько стоил этот праздник тогда построили ледовые горки опять неизвестно потому что на госзакупках ничего нету в основном да то есть там были какие то это уже на 18 на 19 были да на 18 год ничего не было и скорее всего этим всем занимался фонд развития также с жертвователями потому что на тот момент еще красивая чита группа которая занимается украшением благоустройством города они прямо просили видео записывали предприниматели чтобы помогли вот городок сделали городок сделали в принципе неплохой людям более-менее после того особенно прошлогоднего городка все понравилось в прошлом году вот тоже катя уже как раз разбиралась там потратили к я понимаю пять с половиной миллиона то есть там было все и строительство ледяной башни некой строительство ледяных сооружений уличные гирлянды установка юрт его 300 тысяч рублей трансляция поздравления путина 55 с половиной миллиона потратили в прошлом году на площадь ленина уже мэрии этим занималась в этом году как я понимаю то есть ты просто не знаешь не с чем тебе сравнивать да я вот тебе проговорил все что было раньше да скажи мне что было в этом году в этом году по нашим подсчетам получилось почти 29 миллионов рублей потрачено на украшение города то есть я правильно понимаю что это получается не сама мэрия да напрямую тратила а через свое муниципальное предприятие кдц спутник спутник да при поддержке вот опять же финансовый фонд развития нет ну вот конкретно эти то деньги я думаю здесь идет речь чисто про бюджетные деньги потому что фонд развития не может перечислить деньги в бюджет города читы чтобы бюджет города читы потом их потратил это и сложнее потому что здесь нужны уже процедуры через год закупки проводить это все а здесь вот как бы общую цифру мы действительно увидели да это около 29 миллионов которая поражает просто воображение это примерно в сколько в шесть раз почти больше чем в прошлом году да 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 и получается здесь все здесь и площадь труда да и площадь ленина самая дорогая 11 8 миллиона получилось оформление на там конкретно разбивка какая ну вот самая дорогой получился ледовый городок пять с половиной миллионов рублей это в принципе на уровне прошлого года уровня лет новогодняя елка новая которая навела шума тоже вот куплено за 2 и 6 миллиона рублей ну и остальное там каток резиденция деда мороза ну каток до почти 2 миллиона рублей тоже потому что здесь в эту сумму входит два катка и которые вот в фонтане и какой то есть еще будет детский каток тоже на площадке вот чтобы было понятно зачем вообще к дц спутник было привлекать здесь да и эти тонкости немножко расскажу получается если госорган власти какой-то организовывать закупку то он обязан провести аукцион то есть должны выйти разные предприниматели предложить свою цену кто меньше предложит и будет соответствовать по всем требованиям он становится как бы победителем и выходит если никто не зашел один зашел то он автоматически получает по максимальной цене если вообще никого нет кто переигрывает здесь же получается напрямую к дц спутник по другому 223 закону работает да и он может напрямую с единственным поставщиком заключать договор то есть грубо говоря есть например у меня работники которые могут строить ледовый городок да есть у меня какие-то определенные там ну пожелания по заработку я их могу передать к дц спутник и к дц спутник там естественно там какие-то обоснования тоже наверное есть но они не обязаны проводить аукцион то есть они берут и заключается на договор то есть если бы вывели это все например на площади ну на через 44 федеральный закон например через комитет горообустройства то они вынуждены были бы там могли быть произойти конкурентные торги и цена могла упасть во сколько раз мы представить не можем могла и не упасть да но но точно бы хуже бы не было потому что цена бы такая же как минимум сохранилась да может быть где-то бы выиграли вот этот вопрос более того когда c спутник может не выкладывать вообще никакой информации внутри то есть они реально пишут как как это вообще все произошло собственно да то есть закупки есть только наименование услуг или покупки чего-то есть сумма и дата исполнения контракта и все то есть даже по некоторым аукционам даже нету мест по некоторым закупкам то есть плохо понятно про что вообще идет речь да но тем не менее мы вот то что мы сейчас видим вот оформление всех площадей и парков площадь ленина 11 8 миллиона рублей площадь труда 2,7 миллиона рублей там в основном лежат горки до строительства горки елка елку туда кстати перевезли которую вот как раз в семнадцатом году купили за 2 миллиона на площадь ее перевезли туда коллективный труд 250 тысяч шахматный парк 170 я вот рядом с шахматным парком гуляю мне кажется 170 тысяч за вот такую красоту в принципе не очень дорого мне понравится вот площадь труда на кска вот как раз 2 миллиона из вот из того что я сказал 2 миллиона идут на строительство ледового городка ну и площадь ленина кроме того еще будет естественно фейерверк общая стоимость 2 с половиной миллиона до 2 фейерверка 42 на новый год на площади ленина площадь труда и 2 на рождество тоже на площади а эта информация тоже где-то указано прям или нам ответили проект нет это 4 закупки написано а то есть там написано просто 4 там есть локации или нет то там есть площадь ленина и площадь труда ну все то есть получается на новый год на рождество то есть два с половиной миллиона на фейерверке так еще есть именно на каждый опять же нет информации автомобильные развязки миллион до автомобильные развязки которые находятся на бабушки на кольца вот эти вот уродливые сооружения которые поставили давным-давно уже до марсу там тоже было пострачено несколько миллионов вот их украсили вот этим это все миллион стоит но вот как бы да и троллейбусы тоже 280 тысяч рублей на украшение троллейбуса ну так или иначе в итоговая цифра 28 7 миллиона мы при этом просили у администрации до того как решили публиковать этот материал попросили администрации сначала неделю ходили за ними с просьбой прокомментировать и рассказать нам про траты на затем они нас как бы вроде сказали да да и потерялись да потом мы написали запросы в ответе на запрос они написали что пока сообщить нам не могут по расходам потому что работа еще ведут хотя хотя мы все открыли в сайт госзакупок и увидели там как кдц спутник на 28,7 миллиона уже судя по всему заключил договору договоров 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 простите вот не это главный вопрос какой много это или мало катя по-твоему 28 и 7 миллиона рублей ну слушай если по твоим рассказам прошлом прошлых годах было намного меньше мы в любом случае чтенцы увидят эту разницу если она будет в ледов городках и мы посмотрим стоит это таких денег или нет на мой взгляд мне кажется много много а по иркутску тут ты же вот сама из иркутска да много лет там живешь по иркутску скажи во-первых визуально как что выглядит по сравнению с иркутском а во-вторых по стоимости там знаешь примерно не уточнили оперативно в мэрии иркутска тоже сколько наш стоит наше оформление у нас площадь он не скверкировать центральное место где у нас устанавливают большую елку вот но у нас конечно по сравнению с вашими скуденькая скуденькая ну да у нас елка городок большая горка и украшает фонтан центральный ну и фигуры конечно из-за льда тоже делают каждый год разная тематика в этом году например у нас не будет большой горки потому что из-за коронавируса чтобы не было столпотворения народу и решили и мэрии решили устанавливать я была в прошлом году на новый год в чате и видела как у вас все красиво с огоньками и что меня очень мне очень понравилась идея с катком внутри фонтана очень классно вот ну отличается да то есть в целом у нас лучше но кажется что и сильно дороже да не буду говорить что лучше потому что иркут все-таки мой любимый город не ну здесь же не про любовь к городу здесь про объективно вот визуально тебе нравится мне понравилось больше в чате и елка мне больше понравилось я когда была в прошлом году я такая вау какая крутая елка у нас уже несколько лет одна и та же елка одни те же украшения ну вообще мне вот как читинцу который много лет живет здесь который особенно очень много занимался вот темой ледового городка да я прям поднимал дочь не до 90-х годов кто как когда строил сколько стоило все прочее помнится было время когда члены союза художников сами если не бесплатно вот это вот все ваяли причем не изо льда а из снега где они выбрали понятия не имею вот ну вот глядя на всю предысторию да и глядя на вот вот эти вот цифры и вспоминая вообще-то то как что живет в части бюджета в части финансовых то есть нужно же это учитывать наверно да кажется что сумма ну многовато ну большеватая достаточно с учетом того что у нам вообще-то еще два года назад когда осипов только приехал помогал фонд развития забайкальского края делать площадь ленина а он помогал потому что у нас нету нигде никаких данных потому чтобы мы ледовый городок строили восемнадцатый год или чтобы мы заливали там каток кстати не помню в семнадцатом году был каток внутри городка или нет внутри фонтана но сам факт того что вот основная часть расходов была именно на фонде и видимо на фонде а куда они делись они мало того что они куда-то делись ну ладно площадь декабристов как бы я просто вот это их до площади декабристов а вот площадь труда например да два с половиной миллиона ну как бы тоже хорошая сумма вообще-то я рад что у нас мэрия обратила внимание на отдаленные районы я рад что обратил внимание на парке я сам лично в прошлом году ходил мимо шахтанного парка там реально темно вообще ничего не было видно сейчас уйдешь праздничное настроение как бы это вообще-то круто я считаю вот на иллюминацию действительно денег не надо жалеть про горки какие они должны быть сколько они должны стоить вот тоже вопрос до 20 минут почти 30 миллионов это нам мне кажется много мы должны как минимум хотя бы были мне кажется попытаться эту цифру как-то немножечко снизить до тем более вообще-то у нас есть инструменты для этого да сайт госзакупок 44 федеральный закон хоть и на него все жалуются да но если заблаговременно объявлять аукцион если внимательно прописывать тех задания если прописывать внятно условия и требования к поставщику я уверен что можно все сделать других городах наверняка делается это не только вот вот так прямо до через 223 прокинули через какой-то муниципальные предприятия и все то есть если все это вместе смотреть с одной стороны круто что мы украшаем город с другой стороны мне кажется нужно в следующем году в этом году понятное дело мы уже вот с этими цифрами будем жить да мне кажется в следующем году нужно подойти к этому немножечко внимательнее и попытаться хотя бы эту цифру сделать помешку или хотя бы показать что они пытались да потому что сейчас кажется что они просто кому-то отдали неизвестно кому мы до сих пор не мы не можем по 223 федеральный закон узнать кто этим всем занимается да а я вообще-то знаю что на площади ленина например работает вообще крутой скульптор александр горшков по моему родственник валентины дымченко которые очень тесно общается со многими чиновниками в краевой и городской администрации я здесь ни на что не намекаю я уверен что александр и он действительно круто работает вот но тем не менее да то есть у людей могут возникнуть лишние вопросы вы проведите аукцион пусть он сам выиграет русские там 200 30000 ничего страшного но зато вот как бы он пройдет через аукцион и у людей у журналистов хотя бы до которые так тщательно разбирают эти закупки да у них не будет меньше вопросов следующем году александр михайлович вот в целом ну что будем радоваться новому году смотреть и пристально наблюдать за тем что нам сделали за эту сумму сравнивать с прошлыми годами у нас большой опыт в том с чем сравнивать да ну и ждать следующего года и смотреть как там будет все учтут ли наши с екатериной пожелания или нет вот а пока всех постепенно с приходящим новым годом даст наступающим катайтесь на горках берегите себя пока пока